Дорогие коллеги, злокачественная трансформация очень часто ассоциируется с аберрантным проявлением поверхностных белков. Обычно это рецепторы тирозинкиназы, и анормальное проявление таких аберрантно проявленных протеинов придает трансформировавшимся клеткам такие характеристики, как повышенная степень пролиферации, двигательная активность, метастаз, апоптоз, и многие показатели рака, к счастью, мы научились блокировать соответствующие сигнальные пути, блокировать рецепторы, либо тирозинкиназный домик, и по пациенту, соответственно, выживаемость повышается. Проблема в том, что рак, гидрогенные заболевания, например, в форме 2 антигена, вы проявлено значительно только в 20% раковых больных, и вот именно они, для них таргетная терапия будет полезна, а для остальных же такого не будет, и будут риски поболечных эффектов. Ну и плюс на лечение таких больных придется потратить огромные объемы денег. На данный момент специалисты тестировать метод биопсии. К несчастью, тут могут быть как интро- и межопухолевые гидрогенности 20-30% в метастазировании, и метастаз меняет свой профиль экспрессии, и синхронные метастазирования могут быть как отрицательные, и HER2 положительные биопсии, а не болезненные, ну и невозможно все метастазы пациента отобрать в качестве образцов, особенно однозначно все это невозможно. Одним из простых решений будет конъюгация терапевтических антител, а именно внуклида, который излучается телом, например, гамма или аннигляция позитронной разложения, используя два демодальности позитронно-эмиссионную томографию или однофотон-эмиссионную томографию для трехмерной реконструкции распределения деактивности в соответствующем теле. Если антитела накапливаются в опухоли, то мы можем надеяться, что опухоль HER2 положительная. Соответственно, характеристики радионуклидной визуализации это то, что визуализация радионуклидная неинвазивная и может повторяться в ходе изменений экспрессии, в ходе протечения заболевания, ну а квантификация радиоактивности инвива относительно несложна. Это предоставляет нам явные преимущества. Во-первых, отсутствие отрицательно-негативных результатов, вызванных ошибками, соответственно, отбор образцов или биопсизы ложных чьих местей опухолей, ошибочных визуализацией, способны таргетов как в первичной опухоли, так и в метастатах, ну и, возможно, в течение всего хода заболевания. Это такая визуализация. Яномолекулярная дает информацию о экспрессии соответствующей мишени, и вы способны отслеживать прогресс up-down-регуляции мишени. На данный момент наблюдается смещение парадигмы, переключение между парадигмами, потому что нам необходимо разработать инструменты диагностики в случае многих терапевтических агентов, и сейчас все фармакомпании создают свои центры визуализации, особенно для стратификации больных, особенно в случае исследований. К сожалению, анти-ТЛА, великолепный терапевтический агент оптимизированной природы в течение всей эволюции, однако они слишком крупные, 150 кг дольтона, а, соответственно, медленная аккумуляция распространения. Аккумуляция очень медленная, в том же самое время, как и введение нормальных органов. Великолепная для терапии, но очень плохо для визуализации, потому что создаёт очень высокий, сильный фон, и контраст, соответственно, достаточно плохой. Кроме этого, кроме наночастиц, анти-ТЛА аккумулируется в опухолях неспецифически, в связи с повышенной проницаемостью и подными эффектами. Это может вызывать ложно-позитивные сведения срабатывания с работой. Поэтому, соответственно, даже визуализации 5-6-7 дней после инъекции всё ещё достаточно сомнительно, никогда не можете быть уверены, сможете увидеть истинный или ложный рецептор медиированное накопление развития соответствующих препаратов с помощью выказывает достаточно низкую сенситивность. медленно-неразмер. Когда размер соответствующего инструмента менее 60 кгдт, он начинает пропадать через, соответственно, ломер в почках и быстрее, когда 25-26 кгдт, эта фильтрация уже ничем не ограничивается. А когда размер более 40-45, МПР-эффект уже начинает играть незначительную роль. Чем меньше, тем лучше это в настоящее время парадигма, который развивается пробы и работы с МРТ, и аналоговый элемент имеет примерно 1,5 кгдт. Вопрос заключается в том, что мы не можем найти для каждого молекулярного размера и фаговая технология это то самое решение. вчера мы упоминали горе от Нобелевской премии, который разобрался с этим вопросом, решил эти проблемы. Есть очень большой вопрос. птицы. И как только вы определяете этот пептид и афинность обречит обычного микро или мили в молях, которые обычно являются очень низкие. У вас, по крайней мере, должны быть... Итак, и решение было найдено для того, чтобы организовать пептиды во время молекулярного дисплея. И один из использований это каркасные белки. Это работа, которая создается, вы делаете те, которые формы вам необходимы. вы создаёте специальные библиотеки, которые вам необходимы. В этом случае вы таргетированные объекты и вот здесь просто несколько примеров. это каркасные белки, которые используются для биологического таргетирования. И в настоящее время есть десятки различных каркасов были столованы для различных биотехнологических применений, но также и для развития разработки терапевтических методов противораковых методов лечения. И я должен сказать о том, что каркасные белки это отличные кандидаты для разработки пробов, для разработки зондов. они способны на быструю диффузию в опухолях, которые обеспечивают отличную локализацию. И в то же время не связанный зонд очень быстро очищается от крови и здорового ткани и создает условия для хорошего контрастного МРТ. и афинность единицах наномоль и пикомоли достаточно простой получить, что является очень важным для особенно в прикариотных хостах. И поэтому мы на порядок конечно же снижаем биологические антитела. И также является возможным разработать многофункциональную конструкцию различную и мы это сделали и это является отличными кандидатами для визуализации зондов. И вот натины, дарпины, антитела аддиктины, аддиктины, были оценены, подобраны для визуализации. И вот есть масштаб один к одному, вы можете посмотреть, они достаточно маленькие, достаточно небольшие. первый каркас который был применен для манекулярного визуализации это молекулы афитила, которые были предложены профессором Гриндельдом и в конце 90-х готов и это основано на B-домене стафилококкового протеина и те афибоди они представляют те объекты, которые обычно отвечают за связи при использовании иммуногонаболинов были созданы они использованы радомизацию для создания библиотеки в настоящем там порядка 20 миллиардов членов что вполне сопоставимо с человеческим репертуаром антител и размер маленького афибоди с 5-килодолтонов и первая успешная таргетированный зонд был выбран и сделан и афинность была порядка 20 пикамулей и мы продемонстрировали о том что молекулы афибоди аккумулируются в ополе специальным способом который был показан путем блокирования или использования неспецифических афибоди молекул для того чтобы сравнить их с антителами мы должны были сравнить их прямо непосредственно и мы обозначили их одними пометили одними те же разъединок литидами 1 3 5 и использовали ту же самую технику инъекции и результат был отличными антитела если вы посмотрите на посмотрите мы наблюдали аккумуляции в опухоли после инъекции проблема заключается в том что в пациентах мы бы хотели увидеть то что происходит в метастазах в печени потому что печень к сожалению является типичным местом метастаз и к сожалению облучение слишком высокое нам приходится ждать несколько дней для того чтобы мы могли увидеть хорошее контрастирование это 3 дня в мышах а в человеке было бы больший срок то есть 6 часов после инъекции соотношение кровь опухоли было где-то 10 раз больше чем соотношение кровь и таким образом контраст выше по мере что увеличивает чувствительность в визуализации очень маленьких метастазов еще один момент это эффект пиар с теми кто работает с визуализациями они знают о том что не специфические может порядке от 20 до 50 специфических и это означает то что вы можете перепутать чуть-чуть меньше выраженную неэкспрессивную опухоль и большего размера экспрессивную опухоль как вот здесь показано на снимке слева афибоди они очень специфичны и вот есть изображение 4 часа после инъекции специальные трейсеры которые аккумуляются прямо в опухоли но когда мы используем другой метод то там не было аккумуляции в опухоли то есть накопление было такое же как в мышцах в 100 раз меньше или и то же самое явление было покажено в контрольных мышах и то есть молекулы афибоди дают лучшую чувствительность гораздо большую чувствительность и гораздо лучшую специфичность по сравнению с с антителами мне необходимо подчеркнуть что это недостаточно получить хорошее связующее байдинг и химия должна двигаться параллельно с развитием визуализации и зондов и вы изменяете физико-химические свойства и распределение на поверхности и вы влияете как на мишень так и на то что с ней взаимодействует и вы также то что происходит с нюклеидами после интернализации просто чтобы быстро представить вам этот вопрос тоже типично если вы хотите бивалентные антитела или органистические рецепторы это вызывает ситозис который достаточно идет быстро маркера и антитела и антигены и они деградируются до определенного уровня дальнейшее развитие маркера зависит от свойств радиокатаболита катаболита если радиокатаболиты они очень часто они просто диффузируют через лизосомную мембрану а потом через клеточную мембрану и удаляются из клетки очень быстро для EGF это где-то примерно через один час после инкубации и метка практически полностью исчезает обычно они это деградируют не могут проникнуть через мембрану и попадают там в ловушку в такую внутри опухоли и удержание очень отличается и использование так называемых методов радиализации он обеспечивает отличные показатели как для внутриклеточного удержания и так и для предотвращения выпуска катаболитов в кровь в кровоток и мы должны балансировать интернализацию между свойствами маркера или лейбла и опухоли и то что мы наблюдаем что все каркасные белки с которыми я работал дорпины адапты интернализация очень медленно и в этом случае использование использование вот этого метода упомянутого не дает каких-либо недостатков с точки зрения накопления в опухоли но предлагает вполне приемлемое преимущество особенно речь в почках для визуализации это не очень большое значение имеет но для терапии конечно радиооблучение не является подходящим в другом примере это использование лейбл для афибоди молекул это они достаточно дешевые по сравнению с другими нуклеитами и они конечно очень хорошо чтобы мы могли разработать лейбл маркер и мы используем вот этот элемент для того чтобы привязать его к молекулам антибоди но наши первые эксперименты продемонстрировали очень большое накопление и в грызунах в мышах это он достаточно функционирует и вся деятельность происходит в районе брюшной полости увеличение кадрофилиза листи происходит вот этих областях и мы смогли подавить уровни экскреции и используя более тонкие подходы мы смогли обеспечить равное протекание процесса как в самой опухоли так и в почках и наконец последнее последний синг это мы показываем вот этот маркет там где активность в опухоли была гораздо более высокой чем в любых других тканях организма то есть разница между вот этими нефункциональным агентом и вот этим функциональным агентом это три амина следующий пример был это использование специальных препаратов то есть там где мы попытались поставить эти маркеры но вы видите очень ясно то что происходит на изображении то что происходит в желчном пузыре и опять таки то же самое мы смогли полностью подавить экскрецию и в качестве приза в качестве результата получили получили вот этот процесс я боялся как раз что это может не произойти но все получилось хорошо очень важно то что клинические исследования продемонстрировали отличное таргетирование которое мы смогли продемонстрировать использование спектр с индиум 111 мы увидели основные места метастазов такие как кости такие как лимфатические узлы печень это очень важное изображение потому что в почках это не получилось бы так ясно визуализировать однако это метастазы которые были очень четко видны несмотря на высокое расположение почки принимают принимают здесь пациенты как вы видите прежде были визуализированы при при помощи флюродиоксигликоза для того чтобы определить метаболически активную опухоль а затем использовать галлиум лейбл для того чтобы посмотреть экспрессию и пациенты с негативной опухолью там были десятки метастазов однако там мы не видели афибоди и напротив когда у нас были положительные опухоль мы видели что каждая опухоль визуализируется при помощи FDG с афибоди молекулами с отличной чувствительностью что еще более интересно у нас были в изучении исследование принимало 23 пациента и врачи вынуждены были поменять курс лечения для 5 из них то есть 5 пациентов которые были изначально включены в это исследование как отрицательную контрольную группу оказалось что у них есть положительные накопления в опухоли и это было подтверждено биопсией то есть у нас произошло изменение в стадию экспрессии во время прогрессии болезни и 3 пациента которые изначально были положительными показали либо отрицательную опухоли либо смешанное метастазирование таким образом каждый использует в результате незначительного небольшого исследования мы увидели что более 25 процентов пациентов получали коррекцию и тут мы видим что терапия начинает становиться персонализированной на данный момент у нас 8 афи боди молекул саб наномолярной и наномолярной активности р-2 и GFR это максимальный тирозинкиназа ингибитор предиктор реакции ряда терапии зоны головы и шеи фактор роста инсулина 1р дальше хер 3 очень серьезный виновник резистенции ростозумаба мы надеемся мы сможем протокол резистентность ростозумаба сможем на это воздействовать и исправить терапию до того как мы смогли увидеть важный рост опухоли PDG PDG FRB это важный рост карбоны ангидрит 9 является маркером гипоксии в данном случае они показывают то что опухоли может понадобиться потребуется ускоренная бинтерапия или дополнительная доза для снижения соответствующей во всех случаях у нас получилось визуализировать опухоли в мышах позитивным образом и в последнее время мы также недавно мы смогли показать что мы способны визуализировать склярный даталиальный фактор роста 2 важная мишень для васкулатуры PDL1 в случае иммунотерапии почему потому что экспрессия PDL1 является предиктором ответа на иммунотерапию еще еще один тип скафолд каркасного белка который был выявлен поверен в инвиво это дорпины они инкорпорируют двух геолик в спиралях это речь это NNC терминал и в исследовании инвиво было здесь инициировано в России профессором Деевым из института биорганической химии профессором Черновым из Томского исследовательского медицинского центра два типа дорпинов были оценены чуть позже я отмечу в случае доклинической характеризации и в организации хорошей радиохимии как видно один из дорпинов Г3 был явно эффективен ну и так же отмечалась важная степень клинической позитивной опухоли визуализирована в мае месяце представлена в томске я считаю что данные соответствующие исследования в России вывели на передовую развитие персонализированной медицине еще один каркасный биолог под названием адапт разработанным профессором Софии Хоберт Хоберт и ее командой в Королевском институте технологии основе на альбуме стрипта протеин G очень-очень стабильная связка связка очень стабильная с большой складывающейся способностью очень сильной в изначальных экспериментах София смогла работать со вторичной афинностью и обеспечить возможность связывания как с альбумем так и терапевтическими мишенями такие как HER3 в случае рака и ТНФ HER2 и HER3 рак и ТНФ альфа в случае для вопрос цели визуализации мы исключаем выключаем альбумин байдинг для того чтобы связывание альбумина для того чтобы улучшить проявление крови и мы видим что как минимум через 1 час после инъекции мы способны визуализировать эпохоль и блокировать результаты визуализации сниженом набирание этого опухолей и более ниже выражающихся менее выраженной опухолей к тому же мы работали с химическим способом предоставляет возможность раскрывать потенциальные возможности для радионуклидной терапии что особенно интересно заключается в том что все каркасные белки которые были оттестированы проверены имеют разное предрасположение с разным эпитопом скорее всего в соответствии паратопов и эпитопов и Дарпин с Дарпин-3 связывается в разных регионах Дарпин-1 Дарпин-1 Дарпин-29 Домино-3 Малеков-Фибодик Домино-2 Эстраз Транс Теростезум Абдомино-1 как и Дарпин цепляется один с другим как и что это означает для меня здесь два важных посыла используя два разных каркасных протеина мы можем одновременно целиться на одну и ту же мишень без угрозы помех в этом связывании во-вторых в связи с разными преференциями вопрос хаппитопов мы можем достичь успеха используя один каркасный белок в том случае когда другой каркасный белок дает сбой например три попытки было для того чтобы генерировать фи-боди-молеку фи-боди-молеку также и другие исследователи проверяют работа в этом отверстие одниктин показывает хороший сэндвич там где они рандомизировали сэндвич могут располагаться на двух зондах визуализации визуализирующих зондах CD20 были разработаны для визуализации не очень большая афинность и на самом-то деле не очень хороший выбор соответствующий химических решений но уже четыре часа после инъекции дает лучше и последнее развитие в случае RTPDF L1 дает великолепную визуализацию на время как афинность была ниже 35 пикамоль точных данных не предоставили однако такую высокую афинность измерять это не очень просто другой вариант это натины это самый небольшой малый каркасный белоксодержащий структура с тремя кольцами они были разработаны для визуализации интегрина нейровоскулатуры облах и демонстрирует достаточно здравый контраст даже через час через даже полчаса после инъекции после введения на что хотел бы обратить особое внимание разработку зондов визуализации это междисциплинарная работа которая требует участия экспертов биотехнологии доклинической разработки а также в клинической разработке онкологи медики клинической медицины дозиметристы иммунологи токсикологи для того чтобы быть успешными нам необходимо создавать стабильные эффективные консорции умы которые в которых присутствуют очень тесное взаимодействие экспертов организованно но если у нас это получится а если у нас получится тогда нам однозначно будет нас будет ждать успех выводы радионуклидной визуализации хранящих врата молекулярных мишеней может сделать лечение рака более персонализированным более эффективным малые зонды визуализации улучшают как чувств сенситивность и специфичность визуализации использование каркасных белков позволяет разрабатывать малые но высоко афинные зонды к разнообразному рак ассоциированному разнообразному рак ассоциированному молекулярным целям повышение чувствительности специфичности связано с правил молекулярной структурирования оптимальной маркировкой химической маркировкой разработка разнообразных базирующих основанных на каркасных белках зондов к одним и тем же молекулярным мишеням повышает вероятность мишен 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 Продолжение следует...